Господи, Син, с нами будем, и так оборазмуй Тебе, помощник от скорбь, неима мы. Господи, Син, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Недавно разговаривал с одним преподавателем, как раз зачетная неделя прошла, и он говорит, я поражаюсь, насколько современные дети, студенты, они малообразованы. Задаю вопрос, на чем зиждется экономика? Умная девочка, вижу в лице непонимание и недоумение. Оказывается, девушку смутило слово зиждется. Она не понимает этого значения. И, как выяснилось, что многие современные молодые юноши и девушки, они, правда, не знают элементарных слов русского языка, или даже словенизмов, которые любой современный взрослый, который читал Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, он свободно оперировал этими понятиями. Зиждется, основывается, строится. Поэтому так много мусорных слов в современном обиходе, ну, типа, типа того, как бы, и так далее. И заменяются какими-то примитивизмами. Но чтение — это не просто развитие словарного запаса. Когда человек читает, он растет духовно. Когда человек смотрит видеоклипы, то он просто принимает уже пережеванную, разжеванную, сформированную пищу, которую просто вкладывают в его мозг. У него нет возможности проанализировать, подумать, выстроить причинно-следственные связи. Он просто это принимает, как называется, формирование сознания. То есть кто-то за него формирует его сознание. Вот эти бесконечные ток-шоу, разговоры, споры. Человек может и слышит какие-то рациональные вещи, но эмоции они глушат. Потому что кто крикливее, кто эмоциональнее, он может под себя подмять любые логические рассуждения. Но чтобы еще логически нужно уметь рассуждать, уметь думать. Современный человек отучился думать. Потому что есть кнопочки, есть уже все как бы готово. Чик-чик, смайлик повесил, отправил, все эмоции прикрепил. А так, чтобы написать письмо красиво, с какими-то аллегориями, метафорами. Говоришь метафору, а молодежь не понимает, что это, о чем это. Это, конечно, последствия потери вкуса к чтению. Надо обязательно читать художественную, классическую литературу. Она формирует и нашу душу, и наш ум, и наши творческие способности. И учит думать. Потому что книга, она не агрессивна, она не навязчива. Всегда можешь остановиться, вернуться назад, посидеть, поразмышлять. Прикинуть, как бы ты поступил на следующей странице, как в развитии сюжета. То есть ты живешь, ты включен в этот процесс. Хотел несколько слов Федора Михайловича Достоевского. Ну, вот это такое было вступление, может быть, продолжим в следующих передачах. Федор Михайлович. Двоеточие. Жить нужно для тех, кому ты нужен. Дружить лишь с теми, в ком уверен. Общаться с теми, кто приятен. И быть благодарным тем, кто тебя ценит. Но это же целая жизненная программа. Зато фраза, над которой можно целый день думать. Ходить, себя взвешивать. А с кем я дружу? А по какому принципу? Ну, потому что у писателей и поэтов, у них есть, в каком-то смысле, пророческий дар. Они, через них Господь открывает истину. Даже бывает через людей, которые абсолютно Бога не принимают. Я часто цитирую слова Николая Островского, вложенные в уста Павла Корчагина, что жизнь нам дается один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Но это же истина. Это христианская истина. Господь так бывает, дает возможность и нехристям говорить правильные слова. Ну, как Каиафе когда-то было вложено в уста, что лучше один умрет за народ. Это такое пророческое слово. Ну, а христиане, которые осознавали себя христианами, питали себя Евангелием, у них просто жемчужная россыпь. Читаешь и находишь созвучие, резонирует. Находишь отклик, соответствие с тем, что у тебя в сердце. Ну, потому что сердце, оно же Христом создано. Душа-то ведь, она по природе христианка. И вот когда человек замечает вот эти знаки, символы, колокольчики, которые звенят в художественной, классической литературе, его душа обогащается, он собирает это сокровище в свое сердце. Ну, помогай нам всем, Господь. Давайте будем читать. Будем читать, не лениться, в сторону гаджеты. Дайте себе свободу, свободу мыслить, думать, развиваться по тому, как Бог нас ведет, а не по тому, как формируется общественно-массовое сознание. Помогай нам всем, Господь. Господь и сил, помилуй нас.